Два демона сидели на подоконнике и наблюдали за женщиной с ребенком на руках. Она ходила по комнате и качала малыша, что-то тихонько напивала себе под нос. «Может, пойдем уже отсюда? Здесь ведь совсем брать нечего, а я есть хочу», сказал один и почесал тощий живот. «Подожди, ей сейчас надоест, и она разозлится», ответил другой и с жадностью уставился в окно, уперевшись в стекло изогнутыми рогами. Тощий демон втянул носом в воздух. «Третий час уже тут сидим, а пахнет только любовью. Фу! Смотри, смотри!» Женщина положила ребенка в кроватку и на цыпочках выскользнула из комнаты. Метнулась с горением этой посуды в раковине на кухне, уйкнула, поставила сковородку на огонь, бросила в лужицу масла три котлеты, с тревогой поглядела на часы и принялась мыть бутылочки, солнцки, кастрюльки, вилки. Демон с изогнутыми рогами потер когтистые лапы. «Вот сейчас!» Малыш зашевелился в кроватке, сморщил крохотный носик и заплакал. Женщина метнулась в комнату, подхватила малыша на руки, зашептала что-то тихо-тихо и ласково. Малыш гукнул и улыбнулся. «Фу!» Протянул тощий. «Может, она вообще злиться не умеет?» «Пойдем к Петровичу. Он как раз сейчас сядет новости смотреть, будет ругать все подряд. Наедимся!» В животе у демона заурчало. «Надоела мне злостью Петровича питаться. Невкусная она. Протухла давно уже. То ли дело молодая мамаша. Вот тут вкуснотища. Они же все жутко уставшие и недовольные жизнью. Ну, а кто такой жизнью доволен будет?» Это он за день не присел еще ни разу. Все что-то шуршит. «Давай еще подождем. Но должна же она разозлиться!» Женщина положила малыша на столик, развернула пеленку и вздохнула. «Вот, вот сейчас!» Обрадовался демон. Малыш радостно гугукал и теребил маму за волосы, пока та шустро меняла пеленку. «Дай-ка лучше я!» Улыбнулся тощий. Женщина взяла присыпку и тряхнула бутылочку. Крышка отвалилась, и все содержимое баночки высыпалось на малыша. Над столом поднялось облако ароматной пыли. Женщина сморщилась и чихнула. Присыпка разлетелась по всей комнате. «Ловко!» Демон одобрительно кивнул, поскрипев изогнутым рогом по стеклу. «Но если она и теперь не разозлится, то я иду к Петровичу!» Женщина никаких скрипов не слышала. Она смеялась, отряхивала малыша от присыпки и приговаривала. «Ты ж мой сладкий понтик!» Малыш глукал ей в ответ. «Радость?» «Не, она совсем нас голодом заморить хочет!» «Не, подожди, сейчас у нее муж с работы придет, он целый день от начальника получал, потом в пробках стоял, сейчас он нестиранные пленки видит, бардак, вот это точно будет до еды, до отвала. А потом еще котлеты пригоревшие увидит, ладно, давай подождем». Женщина за окном, вдоволь насмеявшись, запеленала малыша и почувствовала странный запах. Тоже вспомнила про котлеты. С малышом на руках бросилась на кухню, но спасать ужин было уже поздно. Дверь в коридоре скрипнула, на кухне появился молодой мужчина. Обнял жену и ребенка, расцеловал. «Опять любовь!» – сморщился тощий. «Погоди, он же еще на кухню не зашел!» Мужчина нахмурился. Разглядывая котлеты, демоны замерли, приготовились плотно поесть. Малыш протянул ручки к папе, мужчина улыбнулся, потом почему-то засмеялся, забрал у женщины ребенка и принялся катать его, как на карусели. Демоны ждали. «Ну, я больше не могу!» – возмущился тощий демон. «Зря только просидели тут. Сейчас она весь бардак приберет и новые котлеты пожарит. Ты на него посмотри!» «Вижу!» – пеленку понес стирать. Улыбается, как дурак, и любовью воняет. Демон с изогнутыми рогами тяжело вздохнул. «Ладно, пойдем к Петровичу. Здесь вообще есть нечего. Ага, давай быстрее, пока они опять обниматься не начали. Я от этой любви уже задыхаюсь». Два демона перебрались на соседний подоконник. Петрович как раз уже начал смотреть новости. Продолжение следует... Продолжение следует...